Добрый день, возлюбленные Христе, братья и сестры! В эти дни мы вступили в дни Святой Четыридесятницы, дни Великого Поста. Еще за некоторое время Святая Церковь практически за три недели начала нас готовить к этому замечательному событию. Время Поста мы называем время духовной весны, потому что на самом деле мы готовимся к очищению, мы готовимся к особому событию – встречу празднику Святой Пасхи. Календарно в этом году по новому стилю она у нас попадает 8 апреля, то есть достаточно ранняя Пасха. И вот несколько недель они готовили нас к этому событию. Это неделя, которая называлась «Амытория и Фарисеи», это неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде. И вот та неделя, которая была, именовалась неделей «Сыропустный». То есть мы имеем такой благочестивый обычай, когда накануне Великого Поста мы просим друг у друга прощения, просим искренне. Причем не просто так у тех людей, которым мы постоянно видимся, и которым мы можем сказать это просто машинально – «Прости меня, брат или сестра, креста ради». Речь сегодня идет немножечко о другом. По час нашей жизни, по нашей человеческой гордости, по нашей самости есть такие вещи, когда мы вспоминаем, и нам их жалко. Мы кого-то обидели, кому-то сделали больно, может быть, даже неосознанно, может быть, даже не имея какой-то мысли, но тем не менее человек на нас обиделся. И сегодня мы особо просим, чтобы он простил нас и не является зазорным. Если даже мы не имеем, например, такой возможности лично с ним увидеться и пообщаться, то хотя бы, используя какие-то средства нынешней современной связи, попросить у него прощения. И это является очень-очень важным. Потому что если мы от своего сердца не простим нашему ближнему согрешений, то Господь тоже не простит нас. Мы практически ежедневно с вами читаем слова молитвы Господней, которые называются «Отче наш». И когда мы ее завершаем, мы говорим такие знаменательные слова. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть мы просим у Господа, чтобы Он простил нам наши долги и наши грехи. Но в свою очередь мы обещаем, что мы тоже, те, кто нас обидел, оскорбил, может быть, поступил с нашей точки зрения несправедливо, тоже бы мы его простили. И, по сути, пост не заключается лишь в том, чтобы мы только ограничили себя в пище или в питье. Пост, по сути, заключается в целом комплексе духовных упражнений. Одной из самых важных вещей Великого Поста является таинство святого покаяния. В современной жизни мы это делаем чаще. Мне невольно вспоминаются те дни, может быть, лет 25-30 назад, когда, конечно, люди исповедовались и причащались очень редко. Сейчас, по милости Божьей, открыты храмы и монастыри. И мы с вами, если имеем такое желание, мы всегда можем его исполнить и прийти, и встать перед своим духовником или тем священником, которому мы доверяем, и исповедовать свои грехи. Ведь покаяние недаром называется таинством, потому что таинство святого покаяния является, по сути, очень важным. важным звеном в общении с Богом. Без этого не происходит того ключевого момента, который, по сути, мы говорим. В предыдущей встрече мы с вами говорили о встрече с Богом. И вот именно здесь, в таинстве покаяния, мы и встречаемся с Богом. Что такое вообще покаяние? Как к этому отнестись? Вы знаете, в нашей жизни встречаются разные случаи и, может быть, даже внешне очень курьезные, но на самом деле Господь не просит и тем паче не требует от нас невозможного. Он просит, чтобы мы каялись в своих грехах и, самое главное, чтобы мы стремились исправиться не только на словах, но и на делах. В моей такой пастырской практике был случай, что ко мне подходит на исповедь один молодой человек, очень почтенный, очень хороший. Он говорит. Говорит очень складно, говорит очень хорошо, говорит по существу. И вдруг мне кажется, что этот человек не совсем понимает, о чем идет речь. И тогда я спрашиваю его, скажи, пожалуйста, а о чем вот под этим конкретной фразой ты имеешь в виду? А он говорит, я не могу ответить. И таких после пару вопросов я понял, что это не его исповедь, что исповедь он взял где-то. Оказывается, признаясь мне, он говорит, что он просто, как это часто бывает, открыл интернет, открыл слово исповедь и, нажав оттуда, просто-напросто взял те или иные моменты. Я ему говорю, дорогой и уважаемый человек, вы понимаете, вы говорите те грехи, к которым чаще всего вы непричастны, к которым вы не имеете никакого отношения. Поэтому исповедь должна быть вашей личной, индивидуальной, в котором бы вы говорили о тех грехах, которые реально вас беспокоят. Вы, наверное, видели, когда бываете в храме, что порой подходя те или иные люди открывают огромные-огромные такие тетради или, может быть, даже листки, в котором как бы они, по которым они каются, которые являются своего рода такой шпаргалкой. Но самое-то главное, что чаще всего это бывает перепись тех или иных рекомендаций, которые дают те или иные авторы для подготовки к исповеди. Само по себе это не нельзя назвать исповедью. Это можно назвать особым таким повторением и так далее. У каждого из нас, дорогие мои, есть те вещи, которые его реально беспокоят, которые реально вызывают те или иные переживания или чувства. У каждого из нас есть родители или были родители. Слава Богу, если у кого они живы и здоровы. Бывает так, что некоторые из них уже ушли в мир иной. И нас порой обличает совесть, что не всегда мы к ним относились хорошо, что, может быть, не всегда уделяли время и внимание, что не было где-то желания побыть с ними, как-то побеседовать. Да ведь что им надо? Просто наше сыновнее или дочернее внимание. Вот это не хватало. И разве мы не можем в этом грехе, например, покаяться? Другой человек, может быть, кого-то обидел, и прошло уже, может быть, не один год или даже десяток лет, а все равно это как-то гнетет. Потому что, как бы, мы понимаем, что своим словом, а может, даже поступком мы сделали человека больно. И это тоже будет нашим покаянием. Сегодня нам приходится, особенно от людей старшего поколения, слышать, что их дети, наши, по сути, дети, не порой ведут себя не так, как нужно, повторяют наши ошибки и так далее. Но не нашли с вами грех, когда мы были относительно молоды и когда были в силах. Много ли мы им с вами уделяли внимания? Много ли мы с вами занимались с ними? Много ли мы с вами делали что-то общего, хорошего, доброго? Много ли мы с вами давали хорошего личного примера? Ведь, вы знаете, порой в жизни очень много можно говорить и, к сожалению, не очень много делать. А девизом нашей жизни действительно должно быть так, чтобы мы умели творить добро. И в таинстве покаяния мы особенно должны осознать, именно осознать, что мы грешны, что очень часто мы идем на сделку со своей собственной совестью. Ведь очень часто мы вынуждены констатировать и перед Богом, и перед людьми, что мы поступали неправильно, что мы уходили от этого, что мы уклонялись от этого. И наша задача в эти дни осознать, к сожалению, что мы поступали не по совести. И сегодня, как бы вот в эти начавшиеся дни Святой Четыридесятницы, Великого Поста, нам очень и очень важно попросить у Господа помощи. По-человечески мы бываем слабы, по-человечески мы не всегда многое можем понять. Как вот иногда говорят, а как по-божьей? Не по-человечески, а по-божьей. Наш человеческий разум ссорит по-своему, как нам удобно, как нам комфортно, как, простите, нам порой бывает выгодно. Но мы-то перед Господом просим, чтобы Господь нам сделал так, чтобы было удобно всем. Чтобы мы умели прощать, чтобы мы умели любить, чтобы мы умели показывать добрый и христианский пример. Время идет очень и очень быстро. Я думаю, люди более старшего поколения прекрасно меня поймут, что когда-то нам казалось бы, что у нас еще вся жизнь впереди, что многое еще нам предстоит и так далее. А сегодня, казалось бы, прошлое время не так много. Но мы с вами осознаем, что многое не сделано, что было запланировано, что многое мы хотели, но что-то не получилось. Каких-то вещей, которые мы подразумевали, не имели под собой основы. И, к сожалению, время прошло, но мы ничего из того, что нужно, не смогли сделать. И наше покаяние, наша исповедь, она заключается не в многословии, чтобы мы говорили, а именно в том покаянном чувстве, которое мы должны иметь. Слава Богу, мы имеем достаточно духовной литературы, которая, безусловно, является ни шаблоном, ни в коем случае, но подспорьем в той подготовке к исповеди, особенно в эти наступившие дни Великого Поста, в эти наступившие дни Святой Четыридесятницы. Потому что здесь мы особо вспоминаем страсти Христа, мы особо вспоминаем те, в общем-то, далекие временно от нас события, но, может, близкие по Духу. Мы как бы чувствуем, что Христос находится рядом с нами, если, конечно, мы духовно к этому стремимся и этого хотим. И поэтому я вас призываю в эти наступившие дни Святой Четыридесятницы, Великого Поста, уделить этому как можно больше внимания, как можно больше искренности, как можно больше чистоты и целомудрия. И тогда это принесет свой добрый, благодатный плод, и мы действительно и встретимся с Богом, и получим в Таинстве Святого Покаяния ту духовную радость, которую имеет каждый христианин, который живет вместе с Богом. Сердечно благодарю вас за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok